Добрый вечер! Это очередная научная беседка Московского планетария. В студии я, Михаил Шевченко и профессор физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор физико-математических наук, заведующий отделом Института астрономии Российской академии наук Олег Юрьевич Молков. Здравствуйте! Мы начинаем новый формат. Надеемся, что он станет регулярным. Это новостной формат. Мы его назвали так «Вселенная, что нового?». Спрашиваем у Вселенной, что произошло. Космос кишит всевозможными астрономическими новостями. И вот мы сегодня обсудим, мы отобрали некоторое количество наиболее любопытных новых каких-то сведений, которые нам дает астрономия, и мы их сегодня обсудим. В процессе эфира, дорогие друзья, вы можете писать какие-то вопросы, которые мы будем собирать, и для следующего эфира подготовить вам ответы. Или на том, что вы нам напишете, мы будем строить следующий новостной эфир. Еще я хочу, прежде чем мы начнем нашу беседу, рассказать вам, что в добром здравии находится школьный астрономический календарь. Он немножко изменил свой облик, и поэтому, если вы ищете его по старому названию, то вы его не найдете. Теперь он называется не школьный астрономический календарь, а астрономический календарь для школьников. Его выпускает издательство АСТ в новом облике, в твердом переплете. Содержание не изменилось, только улучшилось, поскольку теперь там есть еще конфигурация спутников Юпитера. Это 72 выпуск, 72 года подряд календарь выходит. Так что прошу, кого он интересует, вы можете покупать его в различных магазинах, а также заказывать через интернет. Теперь мы переходим к нашей беседе. Наша первая новость связана с приближением к Солнцу гигантской кометы. Она получила название по имени своих первооткрывателей, Бернардинелле Бернштейна. И к этой комете мы можем два раза использовать слово «самое-самое». Во-первых, она, по-видимому, самая большая из всех, которые мы знаем на сегодняшний день. Во-вторых, она прилетела, видимо, из самого далека. Буквально на днях астрономы зафиксировали какие-то на ней интересные процессы, приводящие к резкому и весьма заметному увеличению блеска. И вот у меня, Олег, к вам вопрос. Что же вообще с ней сейчас происходит? Может ли она вообще изменить орбиту? Давайте пофантазируем, перейти, стать такой короткопериодической кометой, представлять собой угрозу для Земли. Что скажете? Да. Здравствуйте. Друзья, действительно интерес к кометам, к малым планетам, к астероидам, то есть к малым телам нашей Солнечной системы сильно возрос за последние десятилетия. Появилось понятие астероидно-кометной опасности. Мы осознали, мы, человечество, осознали, что встреча Земли с такими телами может привести к маленьким или даже большим неприятностям. И не то, чтобы эти тела стали чаще встречаться с Землей. Они всегда сыпались, ну, в историческое время сыпались на нашу планету. Другое дело, что сейчас у нас появились средства для регистрации этих событий. И новости по планете сейчас по очевидным причинам распространяются быстрее, чем, скажем, 200 лет назад, когда не было видеокамер, не было интернета. Поэтому информация о таких событиях, если и оказывалась достоянием общественности, то только о самых значительных. Ну, например, о Тунгусском событии, которое случилось немногим более ста лет назад. Кстати говоря, это была встреча Земли, как сейчас считается, с обломком ядра кометы, а не с астероидом. Кометы – чрезвычайно интересные объекты, члены нашей Солнечной системы. Единственные, по-видимому, из членов Солнечной системы, которые обращаются вокруг Солнца не в плоскости эклиптики, вообще говоря. Все остальные, орбиты всех остальных тел прижаты к плоскости эклиптики, и если отклоняются от нее, то на незначительный градус. Кроме того, кометы заметно меняют свой внешний вид при приближении к Солнцу. Орбиты комет чрезвычайно вытянуты. Мы их можем наблюдать, мы имеется в виду невооруженным глазом можем наблюдать только в перигелии или в окрестности перигелия. Мощные инструменты, конечно, их регистрируют и дальше, но в Афиле и кометы не видны, поскольку уходят на сотни астрономических единиц. Я напомню, что астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца. Да, это же вообще прилетело там из облака Уорта. Они, как считается, они все прилетели из облака Уорта, но некоторые, как вы совершенно справедливо отметили, перешли на более низкие орбиты. То есть комета вылетела из облака Уорта при опасно близком прохождении от какой-то из планет-гигантов, как правило, это Юпитер для Сатурна, поменялась свою орбиту и перешла на орбиту. Да, орбита осталась эллиптической, но она стала, скажем так, более близка к Земле. Вот эта комета, она подойдет к Солнцу не ближе, чем Сатурн, и, следовательно, вот на этом визите она для нас безопасна. Ну да, следующий визит будет через миллионы лет. Да, но опять-таки мы, конечно, пытаемся считать орбиты этих тел для того, чтобы, ну если пока не предотвратить, то хотя бы вычислить вероятность той опасности, которую они могут для нас представлять. Это действительно крупный объект, а даже объекты размером с коттедж могут привести к заметному эпоху. Ну вот такой коттеджик в 13-м году в Челябинске. Да, да, я как раз и напекал, да, сейчас вот у нас чербобаркульское событие. Тунгусское событие было более мощным. По счастью, оно случилось в том месте, где люди не живут. Но надо сказать, что если бы это тело опоздало бы часа на четыре, то сейчас оно называлось бы, это событие называлось бы не Тунгусским, а Санкт-Петербургским. А города такого не существовало бы. Вот, поэтому за этими телами, за этой кометой конкретно, и за кометами вообще, и за астероидами в частности нужно продолжать наблюдать. То есть, знаем мы о них, обидно, мало, по крайней мере, мы можем оценить, насколько мало. Мы более или менее знаем, если говорить об опасных для Земли объектах, ну, скажем, о проценте из них. Об остальных 99 мы пока не имеем представления, и поэтому приветствуются все как наземные, так и космические наблюдательные проекты, которые позволяют нам наблюдать околоземную окрестность, скажем так. Вот еще одна беда, о которой мы узнали, когда свалился Чебаркульский метеорит, он пришел со стороны Солнца. Он шел на дневном небе, именно поэтому мы его не видели до последних минут. Нас спросят, ну хорошо, если бы узнали об этом на час раньше, по крайней мере, мы посоветовали бы отойти от окон. Ну да. Нет, информация нужна. В частности, разрабатывается, скажем, в моем институте астрономии, сейчас разрабатывается проект под кодовым названием СОДА, выведение пары телескопов на орбиту Земли, один из которых движется... На орбиту Земли или на орбиту вокруг Земли? Именно Земли, на орбиту вокруг Солнца. Орбиту Земли вокруг Солнца, один из которых будет двигаться перед Землей, другой за Землей, и они будут на изрядном угловом расстоянии от Земли, и они будут наблюдать Землю... Но это точки Лагранжи или нет? Нет, нет, это не обязательно могут быть... Это не обязательно могут быть... Это могут быть точки Лагранжи, но не обязательно, да. И они будут наблюдать Землю, ну вот со стороны Солнца, поэтому увидят то, что мы не видим, находясь на планете. Понятно. Слушайте, а вот на самом деле удивительно, что комета находится достаточно далеко, и уже сейчас там что-то происходит, ведь она там чуть ли не в два раза блеск возрос. Что это? Это вообще о чем может говорить? Что она какой-то такой нестабильный конгломерат, который может рассыпаться, или что это? Комета действительно вещь нестабильная. Когда было последнее приближение к Солнцу кометы Галлея, и к ней отправилась целая флотилия космических аппаратов, в том числе и советские, то довольно быстро обнаружилось... Ну, собственно, астрономы это предполагали и ранее, но это именно тогда было подтверждено и задокументировано, что комета, по метковому выражению одного нашего коллеги, это мартовский сугроб. Да. Это грязный, загрязненный пылью, ну, не значит, что там окурки, это пыль, ну, грязь в каком-то смысле, лед, снег, и все это мероприятие начинает разогреваться при подходе к Солнцу. Разогреваться, естественно, неоднородно. Поэтому происходит и внезапное увеличение яркости, и вспышки, и действительно комета может развалиться. Года два или три назад было событие, когда комета прошла настолько близко к Солнцу, мы наблюдали это дело, так сказать, с Земли со стороны, и перегелий кометы был для нас за Солнцем. Так вот из-за Солнца она уже не вышла. Ну, понятно. Она сгорела, да? Да-да-да, она свалилась на Солнце, сгорела, развалилась. Кстати, вы видите сейчас фотографию этой кометы, дорогие друзья, какую ее летом сфотографировали, уже видно, что это комета, то есть вот эта вот оболочка, это же есть ядро, и вот она начинает уже, хвост у нее начинает возникать. Да? Ну, отлично. Давайте двинемся дальше, у нас еще есть что обсудить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова